Приветствуем всех зрителей нашего канала в эфире Архетип. Поговорим сегодня об одной из базовых вещей в соционике, это дихотомия, рациональность и рациональность. Одна из самых базовых вещей, но в то же время одна из самых спорных, потому что она сводится к полностью практически какому-то загадочному поведению, как это поведение наблюдать, как его измерять, как об этом спрашивать, никто толком не знает, и все только предполагают, то ли там ты рационал, потому что у тебя плеч, плечевой пояс напряжён, то ли ты рационал, если у тебя там планы на 10 дней вперёд, то ли ты рационал только в том случае, если у тебя планы на 10 лет вперёд. Непонятно. И опять же, вся теория, которую мы преподаем и о которой мы рассказываем на канале, у нас проверена на практике. И, соответственно, когда у нас набирается критическая масса наблюдений по какому-то признаку или по какому-то типу, мы начинаем смотреть, есть у нас совпадение с теорией, особенно со старой соционической теорией, или её нет. И вот по рациональности и рациональности накопилось огромное количество вопросов. Потому что есть направления соционики, которые рассматривают рациональность и рациональность по жестикуляции человека. То есть, насколько он там дёргается, не дёргается. Там часто ли он трогает нос, или вот какие-то такие дикие вещи. Я часто трогаю, чешу глаз. Да, вот если человек чешет глаз, это вот у него рациональность и рациональность. Вот как с этим быть, что с этим делать. И мы по мере того, как типировали людей, и по мере того, как мы наблюдаем за людьми, приходят они к нам, например, на профориентацию. Мы определяем тип, один, второй. И человек говорит, что вот странно, там всё сходится, всё окей по функциям, всё хорошо. Но вот рациональность и рациональность не могу у себя найти. Или я думал, что я стопроцентный иррационал, а оказалось, что я, ну, мой тип рационален. Вот. И мы начали разбираться, в чём может быть дело, и всё оказалось довольно-таки интересно и довольно-таки неожиданно в некоторой степени. Но, с другой стороны, довольно-таки предсказуемо. Ну да, вообще мы уже давно не используем рациональность и рациональность при типировании. То есть, когда мы там интервью у человека смотрим или берём, мы смотрим в первую очередь на аспекты, на базе с Юнга, там, какие функции каким образом проявляются. И рациональность, вот рациональность у нас получается просто вот автоматически по совокупности других признаков. Потому что саму по себе вот эту вот функцию отследить как минимум в контексте интервью в основном практически невозможно. Вот. И от чего это зависит? Всё дело в том, что, вспоминаем самую-самую основу, в соционике у человека в его психике с точки зрения соционики есть 8 функций. Ну или 4 макроаспекта. Это логика, этика, сенсорика, интуиция. Половина из них являются рациональными, а половина из них являются иррациональными. О чём, собственно, писал ещё Юнг 100 лет назад. Вот. И это было, это перекочевало, соответственно, в MBTI типологию и далее в соционику уже. У Юнга было вполне простое разделение, которым мы пользуемся до сих пор. То есть, логика и этика являются рациональными функциями, сенсорика и интуиция – иррациональными. Что подразумевается под этими функциями? То есть, и логика, и этика имеют в себе рациональную основу. Рацио – это разум. Соответственно, рациональные функции выносят некое суждение, и в соответствии с этим суждением далее действуют. Сенсорика и интуиция не выносят суждение как такового, они реагируют непосредственно на ситуацию и максимально спонтанны в своём проявлении. И, соответственно, сенсорика и интуиция являются иррациональными функциями, потому что они идут как бы мимо разума, мимо рацио. То есть, они в некоторой степени могут противоречить разуму, и это очень часто так и подтверждается у реальных представителей. То есть, получается, когда логика о чём-то размышляет, он составляет некую концепцию, то есть, это некое умозаключение, в нём есть свои какие-то логические связи, своя последовательность, оно такое законченное, и оно требует как раз осмысления, и оно требует эту мысль, какую-то оболочку заключить, такую понятную, конечную. То же самое с этикой происходит, то есть, я много раз говорила в разных видео, что в этике есть своя логика, потому что это рациональная функция, и когда этик смотрит на человека, это не просто ощущение человека, это не просто чувство человека, это не просто ощущение его эмоций. Этик очень хорошо понимает, что перед ним за человек, что с ним происходит, что он чувствует, почему он это чувствует, как к этой ситуации всё пришло, каким образом, как эта ситуация или как какие-то отношения, какая-то эмоциональная реакция, как это всё может развиваться. То есть, это абсолютно рациональная функция со своей внутренней логикой. При этом, если мы берём сенсорику с интуицией, например, вот есть у вас там жёлтый блокнотик, и вы там начинаете его, не знаю, на ощупь трогать или ещё что-то, или там пытаться порвать, и вы этот блокнотик там либо порвали, либо не порвали, это не требует какого-то особенного умозаключения. То есть, это непосредственное действие, непосредственная реакция и непосредственное описание этого действия. Точно так же и с интуицией. Вот в традиционной психологии и в таком массовом сознании эмоции, всё, что касается эмоций, ну или то, что касается взаимоотношений, да, противопоставлены логике. И вот то, что логика — это рациональность, и очень часто даже между этими понятиями ставится равенство. То есть, если человек рационален, то он логичен. А с точки зрения соционики картина несколько иная. Человек может быть рациональным, и это может основываться именно на чувстве, на сильной этике. И эмоции не всегда противоречат разуму, потому что, когда мы смотрим ту же самую психософию, у человека может быть высокая и логика, и эмоция. И во всём этом есть рациональное какое-то зерно. Ну а интуиция везде считается иррациональной функцией, что в традиционной психологии, что в соционике, потому что интуитивное какое-то у человека прозрение — это в чистом виде готовый вывод при недостатке информации. Минуя сознание, человеку просто приходит нечто. Какой-то вывод готовый. Психологией занимались в основном логикой, их там всегда большинство, и они придумывали все эти концепции, поэтому они противопоставили логику и этику, потому что этика им кажется чем-то непонятным, чем-то недоступным, и чем-то таким, в чём невозможно разобраться с точки зрения разума. Хотя так бывает. Ну да. И получается какая штуковина, что у каждого человека в его психике, как такие определённые весы, у него половина функций рациональны, половина иррациональны. У любого человека есть и логика, и этика, и сенсорика, и интуиция. Весь вопрос в том, в какой они пропорции. У человека всегда есть какие-то функции преобладающие, для того, чтобы он мог в мире ориентироваться. И наша психика сконструирована таким образом, что Юнг это описал, и в соционике это изучается. И этот постулат остаётся абсолютно актуальным до сих пор. То, что у человека есть одна функция рациональная, другая – иррациональная, в сильных. То, что мы в соционике называем блоком эго и блоком ид. То есть два вот этих макроспекта. Если человек, например, этих-сенсорик, то он может быть как рационалом, так и иррационалом, в зависимости от того, какая функция у него является ведущей, базовой. Да, и, собственно, основная проблема вот этой дихотомии, рациональности и рациональности в том, что Юнг предложил, и в соционике это тоже осталось, он предложил определять вот рациональность и рациональность человека вообще по одной базовой ведущей функции. Но по факту очень большую роль играет именно соотношение этих функций. Это соотношение зависит от личностных предрасположенностей, немножко там психосовский тип влияет, довольно сильно влияет окружение, в котором человек рос. Потому что если вы там росли интуит, и вы росли среди интуитов, вашу интуицию будут там всячески приветствовать родители. То есть вы от мира в детстве получаете сигнал, что интуиция – это клёво, здорово, давай проявляй её ещё, ещё и ещё больше. И таким образом у вас интуиция может быть проявлена ярче, чем какая-то другая рациональная функция, которая у вас идёт там в связке, это этика или логика. Поэтому в зависимости от вот этого вот баланса, вот эта дихотомия, она проявляется у каждого человека по-своему, и не всегда есть привязка вот напрямую к вот этой базовой функции. То есть она не является по факту определяющей. Причём интересный момент ещё в том, что вот интуиция, допустим, если мы возьмём такой тип, как Джек Лондон, то есть интуиция у него может быть усилена, и тут ещё большой вопрос, почему она усилена? То ли потому, что от человека это требовали, то ли потому, что у него врождённая особенность его мозга таким образом устроена, что вот интуиция у него усилена. Вот это вот такой Джек Лондон более интуитивный, мечтательный, творческий, творческий, с богатым воображением, а есть Джеки Лондон, у которых акцент на деловую логику, которая более практичная, ориентирована на науку, на бизнес, на финансы, ещё что-нибудь такое. Всех желающих, кто хочет посмотреть об этом подробнее, адресую к видео о социанических подтипах. Я там подробнее эту всю штуковину разбирал, именно с позиции акцентов на тех или иных функциях. И вот далее у нас следует из этого вывод, что если у нас имеется Джек Лондон, например, у которого акцент на интуицию, а интуиция функции – это самая иррациональная функция из всех, потому что даже сенсорика, она хотя бы привязана к чему-то материальному, к чему-то реальному, а интуиция не привязана ни к чему. Это в чистом виде абстрактная функция, которая основана не на разуме, а на прямом каком-то озарении, усмотрении. Ну такое предчувствие. Да. И интуиция – самая иррациональная функция. И внимание, вопрос. Если у нас человек вроде как рационального типа, но у него интуиция усилена, и на неё опирается человек гораздо в большей степени, чем на логику, будет ли такой человек рациональным в традиционном соционическом смысле этого слова. Конечно же нет. И тут у нас получается такой интересный момент, что это по-прежнему Джек Лондон. Ведущая функция у него логика, это рациональный тип, но при усилении интуиции времени, например, творческого функции, он может всё планировать, не планировать ничего, решать в последний момент, затягивать решение, ждать озарения импульса, ждать творческого подъёма. У него может быть очень сильная зависимость от каких-то непонятных космических циклов, то у него полный спад работоспособности, то у него очень высокая работоспособность, и о какой-то стабильности речь вообще не идёт. То есть у него очень скачущая продуктивность. Ему тяжело вписываться в какой-то график, он может всё время там опаздывать, ещё что-нибудь такое. Мы смотрим на все эти примеры, это всё из реальной жизни взято, и они могут очень сильно противоречить тому, что вроде как пишут про рационалов. И таким образом, когда у нас набирается в таких случаях десятки, а то и они на сотни идут, то мы понимаем, что рациональность и иррациональность – это дихотомия, которая может очень сильно плыть в зависимости от индивидуальных акцентов у человека. И что самое главное – это логично, в общем-то, если смотреть на модель. Абсолютно. Вот обратный пример возьмём, там такой тип, как Наполеон, сенсорно-этический экстраверт. У него чёрная сенсорика базовая – это иррациональная функция. Но при этом у него может быть усилена деловая логика, самооценочная функция, а деловая логика – это функция рациональная, планирующая, последовательная. И у нас получается такой вариант, что у данного конкретного Наполеона акценты у него таковы, что рациональные функции у него усилены. И, соответственно, такой человек более последовательный, более практичный, более предсказуемый. И таким образом он гораздо более рационален, чем вот тот же Клондон, у которого опора идёт полностью на интуицию и на прозрение. И, соответственно, мы не рекомендуем ни нашим студентам, ни тем людям, которых мы знаем, которые занимаются, допустим, самостоятельным изучением социологии, мы не рекомендуем типировать именно по дихотомии рациональности и рациональности, потому что это очень сильно индивидуально и нужно в каждом конкретном случае смотреть, что за акценты у человека, как у него проявлен тип, с чем связана его какая-то последовательность или непоследовательность. Отдельно стоит сказать про ответственность человека. Это вообще сугубо, как мы уже выяснили, индивидуальный вообще параметр, потому что у нас было неоднократно, на типировании были у нас гексли, у которых с ответственностью всё хорошо. То есть человек берёт на себя ответственность, берёт на себя обязательства, что все в срок выполняет, никого не кидает, не срывается в последний момент, не подводит. То есть это личностная такая характеристика. Человек или приучен к этому, или он изначально был к этому предрасположен, потому что мы гораздо больше склоняемся к той точке зрения, что у человека большая часть качеств является потенциально заложенными. И они просто в процессе жизни раскрываются. А что-либо вот такое фундаментальное воспитать в человека довольно-таки тяжело, потому что нужно менять его природу, которая является такой очень глубинной психофизиологической основы она имеет. Это как вот пытаться в человеке воспитать другой темперамент. Вот сколько бы вы не заставляли быть там холериком, хотя он меланхолик, ничего у вас не получится. Вот точно так же заставлять человека быть ответственным, если он хронически безответственный. Вы какого-то успеха можете добиться на короткую перспективу, но стоит его оставить предоставленному самому себе, он абсолютно быстро вернется к тому, как ему удобно. Ну вообще ответственность и безответственность – это такой психологический маркер, он очень сильно зависит от психологической зрелости человека, от того, насколько он внутренне взрослый. Потому что бывают люди, которые там и в 40 лет еще повзрослеть не успели. Ну да. То есть у них вот инфантилизм какой-то такой младенческий, он с ними остается. Хотя это уже взрослый вроде как дядя или тетя, но там хроническая безответственность, боязнь вообще любой ответственности, человек не может на себя никаких обязательств взять, и соответственно очень сильно у него такая задержка социального развития вместе с психологическим. Да, и соционикой это объяснять, во-первых, нельзя, во-вторых, просто вредно. Потому что получается, если вы говорите человеку, что «Ой, ты такой безответственный, потому что ты там Гексли или потому что ты Дон Кихот», вы таким образом одобряете эту безответственность человека и говорите ему, «Да, это нормально, расслабься вообще, не парься, чувак». Конечно, это в первую очередь ответственность самого человека, но всё равно вот часто просто соционику используют для оправдания каких-то своих слабостей, каких-то моментов. Чтобы себя успокоить. Да, чтобы себя успокоить, то есть человек там не может где-то в социуме реализоваться, или там каких-то качеств, какие-то качества необходимые. Не отрабатывайте пиры себе весеннины. Ну да, вот это вот всё. Вот это вот вся ерунда, против которой мы очень активно выступаем. Вот поэтому психологические факторы не стоит смешивать с соционическими. То, что у соционики психософии есть своя конкретная область применения. Это психософский и соционический тип, его особенности, его предрасположенности, куда его можно применить, какую профессию можно подобрать, и как будет складываться взаимодействие с людьми других типов. Вот эти вот вопросы рассматривает соционика психософии. Да, если всё-таки взять рациональность и рациональность вообще, и посмотреть, как оно может проявляться всё равно. Вот в целом, во-первых, это требует достаточно долгого наблюдения за человеком, ну, либо как-то там с человеком более лично пообщаться. В рамках типирования обычно это просто нереально. Всё-таки нужно обычно более долгое наблюдение. И рационалы вообще, вот по большому счёту, всё-таки больше склонны к некой стабильности, к тому, чтобы был там чуть более стабильный график, чуть более стабильная понятная ситуация. Но опять же, это в целом. А в частности, например, у тех же самых вот белых интуитов экстравертных, у Джеков там и у Гамлетов, несмотря на то, что они рационалы, из-за сильной белой интуиции всё может очень сильно плыть. И вообще белая интуиция, то в ней, ну, многие просто приходят после типирования и говорят, вот я там белый интуит, но при этом у меня какая-то беда со временем, я его не могу правильно рассчитать, не могу там вписаться в какие-то графики. Вот что же делать? Люди забывают, что в белой интуиции нет ничего рационального. А графики, сроки, время, которое идёт по часам, это всё рациональные штуки, которые, ну, с позиции логики придуманы для того, чтобы это как-то объективизировать. А если брать эту интуицию саму по себе, вот отдельно, то в ней нет никакой шкалы, в ней нет ничего, что можно было измерить, померить, то есть это чистое ощущение. И белые интуиты очень часто ориентируются во времени именно вот просто сугубо по этому ощущению, совсем не по часам и не по каким-то там графикам и не по каким-то делам. Она полностью субъективна, что самое главное. Потому что может быть два белых интуита, и у них абсолютно разный внутренний вот этот темп и ритм. У одного свой, у другого свой, и они не совпадают. Поэтому в каких-то вот более мелких делах, более бытовых человек может казаться очень иррациональным. Но по большому счёту у него будет склонность к тому, чтобы у него была там какая-то стабильная работа, стабильные какие-то, не знаю, он стабильно ходит там в какие-то определённые магазины, стабильно ходит какими-то одними и теми же путями, ему это более-менее не надоедает. Иррационалы всё-таки склонны к тому, чтобы у них там что-то постоянно менялось. Но это такое, знаете, очень общая штука, и всё-таки требует действительно очень долгих наблюдений за человеком, чтобы увидеть, что у него это действительно присутствует. Поэтому если вы начинаете типировать или начинаете изучать методику типирования и пробуете типировать близких людей или каких-то знакомых вам людей, не начинайте с рациональности и рациональности. Сначала определите тип, а потом уже смотрите, как проявляется рациональность или иррациональность у конкретно этого человека. Ну и опять же, тоже касается и вас самих. То есть если вы, например, присматриваетесь для того, чтобы прийти к нам на обучение или типирование, свой тип не начинайте определять с рациональности иррациональности, потому что там очень легко запутаться, принять что-нибудь не за то и уйти куда-то в сторону. Смотрите на сильные функции. Логика, этика, сенсорика, интуиция. Попробуйте прикидывать экстраверсию и интроверсию, хотя это тоже непросто, но тем не менее можно. Смотрите примерно, какую квадру можно предположить, центральную, периферийную. То есть вот эти все моменты, мы об этом довольно много рассказываем на нашем канале. Ну и если вам нужна прям конкретная методика подробная, как чего делать, то приглашаем на наши курсы, у нас там все это есть. Ну и также в нашем учебнике тоже можно многое подчеркнуть. Вот такие у нас наблюдения за рационалами и иррационалами. Это видео мы записываем не только для зрителей нашего канала, но также для тех людей, которые у нас проходят типирование и периодически задают этот вопрос. Вот мы специально записываем видео, чтобы можно было им это видео дать, и они могли для себя этот момент прояснить. Вот так вот. Спасибо вам за внимание. Увидимся в наших новых выпусках. Напишите в комментариях, как у вас проявляется рациональность и иррациональность, насколько это совпадает с теорией. Или есть у вас, может быть, какие-то наблюдения за вашими близкими, где рациональность и иррациональность совпадают или не совпадают. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok